Итак, мы возвращаемся смотреть вторую карту матча между Брейм и Галактик Эллиенс. 1-0 Брейм достаточно уверенно взяли первую. Не сказал бы, что какие-то трудности у них возникли, линии выиграли, дальше все пошло по накатанной. Ну и давайте сразу, прежде чем комментировать драфт, обратимся к коэффициентам от GGB, посмотрим, как они изменились после победы Брейм. 1-16 теперь дают на них, 4-81 на их соперников. Ну, вы сами видите, как все склонилось в пользу Брейм. Ну и, конечно, не забывайте, что вы можете воспользоваться страховкой на этот матч. Вы сейчас видите код на экране на сайте GGB, эта страховка конкретно на этот матч может вам помочь. Остальные коэффициенты по линии можете посмотреть на официальном сайте, баннер находится под трансляцией. Ну, а комментирует Force Immortalist, давайте смотреть драфт второй карты, потому что здесь уже интересно, здесь уже появился один из главных сигнатурных героев, товарища Виша, это Тинкер, и вряд ли кто-то еще на нем будет играть. Ты не включил микрофон. Все, включил микрофон, но я ничего не говорил, в принципе. Ну, так вот, говорю, забавная ситуация, что вот я как раз в данный момент, пока перерыв был и вообще в течение сегодняшнего дня, пишу сценарий для нового видосика, в котором я хочу попытаться угадать героев скрытой меты на Инте. Вот сейчас как бы Инт начнется у нас скоро, и вот знаешь, как это было, например, с Виспом. Вот на девятом Инте приехали OG, показали кэри Виспа, все такие вау-вау-вау, кэри Висп. На самом деле кэри Виспа использовали. Есть несколько человек, которые вот еще до того, как OG показали, что им можно играть. И даже и до девятого Инта далеко там, еще, наверное, году там в семнадцатом-восемнадцатом. Есть два чувака таких, Старый Бок и Ростик. Вот, кто-то в комьюнити прям очень тесно варится, возможно, знает, о ком я говорю. Эти чуваки играли на кэри Виспах и на мид Виспах вообще очень давно. Вот, и, ну, ни для кого не было секретом, что на этом герое можно, ну, реально разваливать. Вот прям реально разваливать. А OG показали просто, что им можно разваливать на Инте. Вот как бы в чем разница. И все равно это, конечно, феномен. И Висп таким образом стал вот именно скрытой имбой вот того патча самого, когда вот был девятый Инт. И вот я сейчас как раз писал про Тинкера, потому что это реально имба. Вот. И тут как бы появляется Тинкер, и мы сейчас на это посмотрим. Я даже, наверное, реплей этот сохраню. О, а можно я у тебя спойлер спрошу? А там будет некр в твоем видосике? Ну, блин, зачем? Ты спрашиваешь? Да, будет. А что, а ты смотришь китайскую доту, он где-то разваливает или что? Просто конкретно в том, ну, типа в этом доте. Было, было, да. Там в Китае он появлялся периодически. В общем. На этом, господи, айлиге. На айлиге он был, он разваливал. В общем, я просто хочу сказать, что конкретно, я просто этого не знал. Я не знал, что некр разваливает там кого-то. Я вот именно на личных ощущениях от того, что я чувствую, ну, типа в игре, сам играя, я пытаюсь какие-то вот спрогнозировать каких-то героев, которые могут оказаться сильными. Вряд ли у меня что-то получится. Вот я там, сколько у меня там, список, наверное, 5 или 6 персонажей у меня там есть, которые могут стать, типа, скрытой метой на Инте. Но вот насчет Тинкера я прям уверен, наверное, процентов на 90, что он залетит и что он будет просто разваливать. Это, ну, это неадекватный герой абсолютно. Просто, ну, ну, что это такое? Доходя до абсурда, я сейчас вот захожу в ранкет, я нажимаю на бан Тинкера, если он не банится, я пикаю. Мне плевать, где я играю. Я тебе серьезно говорю, если его заберет враг, я просто не могу победить. Я вообще не могу его победить. Это просто невозможно. Он очень сильный. Он на саппорте может играть. Ну, разве что на кэрре ты его не хочешь брать. Там, если я пикаю Тинкера, я могу там с кем-то свапнуться, говорить, иди там фарми и так далее. Я буду, типа, на саппорте играть, если что, или там на харде могу постоять Тинкером. Он очень сильный. Он очень сильный, и я думаю, что Виш сейчас нам покажет, в общем, мощь этого персонажа. Мы только о нем тут, собственно, и говорим. Ну, а потому что что? Мне, кстати, Лекс рассказывал, что сегодня уже была одна игра, где Тинкер там за 20 минут развалил. Да, сила Тинкера в том, что он, в отличие от старого Тинкера, ему не нужно 30 минут времени сплит по лайнам, фармам, машинками, вот этого вот непонятного какого-то рукоблудия. Я уж прошу прощения за свой французский, да, но это по-другому не назвать было. Летает Тинкер просто и начинает там машинками сплит. Ну, это ерунда полнейшая, это не геймплей. Вот нынешний Тинкер, он очень опасен. Он берет себе дайер, шестой уровень, все. Ему больше ничего не надо. Он летает, ракеты летят, он гангает топ-бот, он стоит на миде, дефает мид, при этом он везде, и он при этом убивает вообще все. В общем, я хочу сказать, что если вы хотели когда-нибудь апнуть себе там 5, 6, 7, 8, 9 тысяч ММРа, начинайте прямо сейчас играть на Тинкере, без рофлов. Вот прямо сейчас. Идите, тренируйтесь, и вы поймете, насколько это просто реально машина. 1х9 он выигрывает в доту. Так, Бреймл с пиком забирает Вингу. Тут Абадон, Инвокер, Даунбрейкер, Вивер у Галактик Алианс, и нужно будет сейчас ласт пиком... О, а что ласт пиком? Ласт пиком нужно, наверное, пост 3, да? Или пост 3, или пост 4. Или пост 1, потому что Вивер, я смотрю, в последнее время четверочкой становится частенько на нашей лиге. Да? Да, Вивер четверка. Я два матча комментировал с Вивером четверкой. Оба проиграла, но не суть. Абадон пятерка, типа Даунбрейкер на 3. Да, Даунбрейкер 3, получается... Абадон, кстати, очень хороший герой против Тинкера. Очень хороший, это очень хороший выбор, если что. Один из, наверное, немногих персонажей, которые Тинкеру не дает играть нормально. Так, получается, Вивер позиция 4, да, и Даунбрейкер тройка. Что еще интересного мы тут можем отметить? Мы можем отметить Кэрри Вингу. Получается, от Брейм. Вот это мне, честно говоря, не особо нравится, но я думаю, что ок. То есть тут как бы идея была в том, что Брейма забирает такого персонажа, который способен рано идти в драку. И почему Винга хорошо... Ну, кстати, можно было бы вместо Винки взять какого-нибудь Баунти Хантера, например. Почему Баунти Хантер хорош с Вингой, это... Ой, боже, Баунти Хантер хорош с Тинкером, я думаю, предельно понятно. Ты развешиваешь треки, летят ракетки во все стороны. Классно, круто. Вот, и мне, кстати, интересно посмотреть, как будет Виш собираться, потому что это первая вообще игра в Кэптенс Моди, которую я видел, которую я буду смотреть с Тинкером. Серьезно? После патча первая? Ну да, после патча первая. Не, ну я тысячу игр сыграл против этого Тинкера, наверное, выиграл только две, потому что там какие-то прям совсем слабенькие были против меня. Сам этим Тинкером там что-то повыигрывать даже умудрился, но вот как вот именно профессиональные команды собираются, как, ну... Не, я знаю, что там какой-нибудь силовой блинг, шива, там вот это вот все. А Тинкер у нас иммортальный. Короче, я прям предвкушаю суперинтересную игру, мне любопытно очень, я буду смотреть за Тинкером. Так, ну давай посмотрим, что Виш собирал в своем матче уже на этой лиге. Он однажды на Тинкере сыграл, сыграл статистикой 14-5-18, и там, конечно, был Блинг, Бладстоун, причем Бладстоун был куплен после Шивы, то есть Блинг, Шива, Бладстоун, Госептор, ну и потом он выходил в силовой Блинг, не успел. Игра закончилась, они победили. Вот как-то так. Ну, наверняка там, очевидно, Госептор был. Зарел какой-то апнулся, если бы времени хватило. Ну, такой вот был билд. Ну, керри Винга, керри Винга когда-то раньше использовалась. После того, как сделали вот такой Аганим, после того, как в этом патче Винга влетела в мету с двух ног, чаще мы, конечно, этого героя видели на позиции 3, иногда на позиции 5, но на единички я смотрю в первый раз. Интересно, какой билд здесь будет. Ну, Аганим это безальтернативный артефакт, который нужно брать на любой позиции. Коровой 100%, ты покупаешь, а дальше уж как пойдет. Но Манта ставил, наверное, тоже. Может быть, мы какую-то пику увидим здесь, почему нет. Ну, вот что-то такое. Ну, тут из ситуативных... Да не, я думаю, что ты прав. Аганим Манта это прям 100%. Дальше там посмотрим, там может Скади, Кираса, вот что-нибудь в этом духе. Так, что-то я хотел вот тоже сказать по поводу... Да, по поводу кэри Винги. Она, кстати говоря, может быть сейчас суперактуальна. Знаешь почему? Потому что сейчас Финда стали физ ДПС собирать. Вот кэри Винга плюс Шэдоу Финд в одной связке. Это то, что тоже может хорошо сработать. Есть. У нас такая команда на лиге, которая так играет. Это VGaming. В прошлом сезоне они показывали, вот эту минус армор стратегию. Там, конечно, Финд... А там в Винга пятерка была, наверное. Или пять, или три. Да, конечно, это была не кэри Винга. Но задачу она свою выполняла. Это минус армор, физ ДПС, СФ. И дезолятор кто-то там себе покупал. Короче, там смысл в том, что я увидел, с какой скоростью барайки упали в один момент. Там барайки упали такое чувство, что за секунду, да. Ну, там минус арморная аура у Финда. И куча буста по урону за счет пассивки Винги. Не, это правда очень сильно может работать. Тем более сейчас такая мета, когда вот таких оверфармищих, вот каких-то иллюзионистов, их что-то не особо любят и пикать, и что-то выигрывают они довольно редко. Ну, я имею в виду там ПЛ, Нага, ТБ. Ну, сейчас как-то любят вот что-то вот на тимфайт. Там какого-то герокоптера взять. Там Звена очень любят, Бладсикера любят, Тини любят. На Кэри там, что у нас еще из интересного там в патче? Ну, вот Кэри Вивера тоже частенько пикают, тоже герой, на самом деле, не самый плохой. Нагу на Инте тоже жду, мне кажется, этот герой. Нагу на Инте? Да, очень жду Нагу на Инте, потому что есть, опять же, крутые игроки. Артизия обожает. Вообще все североамериканские команды обожают. Там и Явар играет, да, Вивер погибает. Там и Явар играет на Наге. Там и команда Андайинг тоже с Нагой выступает. Вообще все североамериканские команды всегда, вот даже если этот герой не был метом, они всю жизнь пикали Нагу. Ну, плюс есть Фнатик, как минимум, да, которые тоже с Нагой играют. В общем, наверняка найдутся исполнители. Может, Аркварден какой-то будет появляться, тоже такой герой. На котором... Ну, все будет зависеть, опять же, от темпа игры, да, на Инте своя мета. Там может быть... Вообще будем видеть 30-минутные игры, и там какие-то условные Арквардены не будут доживать с Нагами. А может, наоборот будем видеть тюжную Доту. Аркварден, честно говоря, мне не очень нравится. Он как ситуативный герой, наверное, может заезжать, а вот именно как вот такая, ну, типа супер какая-то сигнатурка 10-го Инта, я думаю, вряд ли он будет. Ну, может быть, да. Так, смотрим. Как на Спартана нападают. У него есть стики, шу-кучи работают. Там жучок висит, за Спартаном едут. Он нажимает стики. У него есть брейнсайп, он готов, если что, кастануть. Ну, видимо, вот теперь можно было это делать. Он просто слегка отступил, не придет будет добивать. Вивер вообще в лесу, ему приходится выхиливаться, потому что можно было бы где-то наполучать от героев или вышки. Тем временем, Тинкер в центре 9-1, инвокер 12 на 4. Тут плюс-минус одинаково стоят. У Марса все хорошо на его линии. Морфлинг при этом тоже добивает. Да, в принципе, везде, так, если посмотреть, равенство. Никто никого здесь не выносит вперед ногами. Так что нельзя сказать, что с первых секунд брейнс доминирует. Брейнс не могут, на самом деле, с первых секунд доминировать. Тинкер, он на линии за счет такой не самой удачной анимации атаки, как мне кажется, ну, не очень, как бы, опасен. Инвокер, тем более, ему постоянно ману прожигает. Увернуться виш от этого никак не может. Там постоянно ЕМП с торнадо пролетает мимо и проносит вишу всю ману. Но у него скиллы, на самом деле, не очень дорогие. Ракеты вообще, ну, там, смехотворная цена. 95 маны за второе. А дэмэджи 200. Ну, то есть, ну, это не смешно вообще. Это очень много, если что. И при этом лазером можно там контролить... Можно линию пушить, можно контролить там лосхиты врага, давать ему миссы и при этом... Ну, вот сейчас, как, например, видишь, попытался, но не получилось. Ну, ты понял, короче. То есть, вот еще он лазер будет вымакшивать для того, чтобы эншентов фармить. Он же сейчас вот как старо-агонимный такой... Ну, короче, он работает с плашом. Раньше он же так вот чисто в одну цель бил. Ну, это хорошо, что раз забрали машинки, да, с базовой панели, то хотя бы оставили возможность герою с нормальной скоростью относительно фармить. Нет, это коня, а по-другому не могло быть, иначе Тинкер был бы просто фуфлом полнейшим, потому что, ну, он тогда бы ничего вообще не мог. Он сейчас пытается, видишь, пробить. Ну, он мог попытаться пропить боттл, восстановить ману, дать ракетки. Ах, а там рейндропы есть, так что, да, наверное, с рейндропами нет смысла. Так, у нас размен какой-то в боте очень-очень серьезный. Там погибает Бэйн и позволяет таким образом Нефриту забрать еще два фрага. Ну, там они там что-то делят, да, что-то Бэйн забирает, что-то Нефрит. При этом получается, что сложная линия команды GA опять проваливается. Причем довольно серьезно, потому что Винга 27 на 5, а Доунбрейкер 16 крипов всего лишь. И самое важное, посмотри, какой левел уже есть у Винги. Шестой левел. То есть она берет за счет этих двух киллов сейчас уровень, ну, сравнимый с Инвокером. У Инвокера шестой и у Винги шестой. То есть тут уже можно будет подвышку куда-то загонять, спапать. Так, ну, Стоманин погибнет, он прибегал помогать Вишу, Лидон здесь уже на гангах. Это, конечно, неплохо, но Тинкера они не убили, а именно это была задача номер один. В любом случае хотя бы так. Тинкер все, полетел. Левел 6 есть, поехали. Морфинга будет сложно забрать, пожалуй. Хотя нет, если Сайлендсу так вешается, чтобы не забрать его. Копье мимо, можно было нападать еще и на Абаддона. И Виш просто улетит. Отличный выход получился, керри убили. Винга все это время продолжает фармить. Сейчас первую строчку и по Нетворцу, и по Крипстату, конечно, держат. Виш везде, он не собирается стоять на линии. Видимо, нет смысла в этом. Они будут убивать. Они просто будут убивать сейчас. Хороший стан. Проказ пошел. Урона хватает. Правда, может быть ответка, потому что без маны остаются абсолютно все игроки Брейм. Там фейринг есть еще. Виша пытаются же сейвить. У нас уже на Вивер должен добрать. Да-да-да, добирает Вивер. А там Мункуши погиб от, видимо, просто прокаста Марса. Ну, видимо, как-то перекачался плохо, да, и в 580 кмп. 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 Ему нужно систематически просто бить регулярно. Как только он заспавнился, ты пошел, снова его убил. Он заспавнился, ты пошел, снова его убил. Ты не даешь ему летать по карте и делать какие-то халявные фраки. Ты не даешь ему фармить стаки таменшентов каких-то адекватно по-человечески. Виверы усыпили. Тинкер здесь уже телепортировался. Хоп. Все. И сейчас тинкер обратно улетает. У него сейчас просто на шестом уровне халявные травола. Ему, повторюсь, ему не надо. Машинки он не качает. Соответственно, он качает именно прокаст. Ну, а что ему еще качать? Правильно, он же не дефенс-матрикс миды качает. Он качает прокаст и просто летает по карте и убивает. Вот и все. Это гангующий тинкер. Такой у нас получается в этом патче. Да, переобузил ботл еще. Скайларку сейчас отдаст. Два ботла. Он мог его напоить своим, на самом деле, ботлом. Еще теоретически не стал этого делать. Так, инвокер в миде. Дает прокаст. Здесь пошел сворм. Хотят забрать виша. Но брекер ультует и попадает ультиметом. Тинкера забрали еще раз. Но тут в ответочку убили инвокера. За счет арены. Размен мидерами. Ну, и дистанции смерти инвокера выходят дороже, чем смерти тинкера. Ну, тинкера действительно надо много раз убивать. Инвокер там на левеле был. С него тоже достаточно много получили. Здесь продолжают сражения. Спартан. Ну, там два стика. Этого не хватит, естественно. Скайларк копье может, естественно, дать. Рейдропа здесь не хватает, да. Ну, а Нефрит начинает покупать свой аганим. И он купил уже четверть. И еще на четверть вот-вот будет хватать. После чего... Там аганим этот будет минутик тринадцатый. Единственное, что вот меня конкретно смущает в драфте Брейм, это наличие венгей. Ну, я типа не совсем понимаю, зачем она нужна. Если вы хотели взять какого-то такого кэри, как не кэри, да, который, ну, типа будет тоже на пятнадцатой минуте уже бегать и с командой лупить героев. Ну, почему не взять какого-нибудь ЦК, например. Хотя, ну, ЦК тоже не назовешь кэри, не кэри. Он в лейте тоже очень сильный. И у него там талант есть на клифф, он и фармить мой. Можно в Рейс Кинга взять. В Рейс Кинг под Тинкера. Это же, ну, тоже классно. Ты просто бежишь вперед, всех показываешь. Тебя бить никто не хочет. А пройти через тебя не так-то просто. Ну, как бы вышки ты можешь ломать за счет скелетиков. Почему бы не взять в Рейс Кинга попробовать? Венгай, ты знаешь, как выбор такой, как... Ну, мне кажется, он ничем не обусловлен. Вот, особо. То есть, как-то сочетаться с кем-то он здесь, да, вроде не особо. Ну, с кем он сочетается? Каких-то героев, которым нужна аура урона от Венги. Ну, Марсу, типа, приятно. Но Тинкеру это совершенно не надо. Минус армор Тинкеру совершенно не нужен. Там, а что нужно Тинкеру? Тинкеру нужно возможность танкануть и побежать вперед. Это возможность есть не только у Венги. Ну, Венгата танк будет здоров сейчас. Она готова размениваться с агонимом, будет всегда жертвовать собой, если что. Это, конечно, не всегда правильно, что первая позиция собой жертвует. Но мы понимаем, что это, по сути, бесконечная Египс. Ты в каждой драке имеешь две жизни, и это герой первой позиции, а значит, богатый герой. Так, не стали здесь, вот, Тинкер Ленс, нападать снизу. Нефрит продолжает очень хорошо фармить. Ну, очень-очень скоро будет огонь. Очень скоро, пару минут буквально, и можно начинать. Марс, тем временем, планирует покупать блинг. Мне кажется, здесь Марсу, ну, будет в какой-то степени правильно сыграть через такой более боевой билд. Квиз ДПС билд, да, в дальнейшем. Ну, то есть, купить дезолятор когда-нибудь после БКБ. Что-то такое. Не зацикливаться на вот этих утилийте артефактах, типа Юлов. Так, Спартан, может, погибнуть в центре? Нет. А вот теперь? А вот теперь тоже нет. Сумсом, конечно, прилетел, это все очень здорово, но... Рак это сделать не позволяет. Марс там разбирается с крипами уже за вышкой. Тихонечку уже готовит почву к тому, чтобы запушить этот Тауэр. Ну, а Нефрид улетает к нему на помощь. Будет разминцами по всему. При этом в пятером галактика лент снизу, в отличие от Брейм. Брейм... Тинкер пошел фармить стаки со смоками, смотри. Вот это ненормально. Вот это совсем ненормально. Сейчас ловелов апнет просто вагон. Не, ну вот со смоками это ненормально. Оно понятно, как должно работать, да? Но что-то какая-то нелегальная фигня. Все, смок закончился. Не, ну, видишь, это просто, чтобы не кайтись, не бегать. Выформил себе даггер, вот, 12 минут. Так они удобно стоят еще друг с другом, близко, там не растягиваются, знаешь, длинную полоску. Ты по всем попадаешь четко. Вот как это можно пофиксить, чтобы так не было? Да никак. Ты же не будешь переделывать... Ну, просто изменить механику смока. Да не, можно сделать так, чтобы лазер, он ревилил смолк. А, ну, так, да. Так проще. Ну, просто вручную. А конкретно для этого скилла это можно прописать вообще без проблем. Ну да, потому что полностью механику предмета менять ради одного пикера. Ради одного пикера. Ну, типа, да, так не буду делать. Ну, дальше что его делает, видишь? Да, вот-вот возьмем 10 левел. Марс тоже таких купил. Да, у Марса Блинк. Три десятых уровня сейчас есть у команды Брейм по XP. Вообще они суммарно ведут 5 левелов прямо сейчас. По всем позициям, если посмотреть. У каждого кора плюс один левел, у каждого саппорта плюс один левел. Так, ровненько идут. Дивера убивают через арену. В том, они... Не получится больше никого цепануть. Ну и на этом все. Венш Фулл Спирит. Тем временем не хватает копеек буквально для того, чтобы купить себе Аганим. И бежит для этого на топ. Там собираются добить пачку крипов. Вопрос, как будут дальше действовать. С одной стороны, Винга очень активная. С ней хочется побегать. С другой, возможно, не все готовы. Хотя, кто не готов? Тинкер всегда готов. Марс с Соболенком. Что еще нужно для счастья? Наверное, ничего. Там просто нападают на Донбрейкер. Наверное, не стоит. Ну, тяжело пробить. Надо, чтобы тут Тинкер был, чтобы пробить Донбрейкер. Она такая толстенькая. По плотности. И армор какой-нибудь, как бы, есть. Прокаст от инвокера. Ну, вот сейчас просто первая позиция умрет. Да, он с Аганимом, но он умрет. И он отдаст деньги. Он отдаст 300 золота. Да, но, правда, это будет не единственный фраг, который Брейм сделает. Они цепляют и еще и свапают Штромкета. Тут Тинкера не хватает, откровенно говоря. Вот здесь должен был быть еще Тинкер. Если бы Тинкер был поблизости, тут и Винга бы не погибла. Понимаешь? Ну, он, видимо, где-то был занят. Что-то делал. Дреармился там или еще что-то. Дефенс Матрикс пока вообще не качает. Если вдуматься, Дефенс Матрикс тоже, конечно, крутой спелл. Там поглощение урона. Типа три сотки урона ты поглощаешь. И 50% стат реза. Это немало вообще. Но вдумайся. Вот сколько дает... Вот чит Дарксира. Любят нерфить. Вот его нерфят постоянно. Сначала он 350 хп дал. Сейчас он вообще 275 хп дает. Всего лишь 275 хп. А Дефенс Матрикс дает тебе, ну, получается, 320 хитпоинтов. 320. И при этом ты его можешь накинуть не на одного героя. Ты можешь просто на пятерых накинуть. Ну, хотя с агонимом ты тоже можешь не на одного героя. Понятное дело. И при этом у тебя есть еще положительный крутой эффект. Помимо самого урона. Да, у тебя еще стат рез есть. Это правда. То есть, ну, вот сравнить, например, агонимный щит. И, ну, он урона не наносит, а значит, линии не толкает. Все-таки скилл немножко разного порядка. Ну, просто я привожу такое сравнение, что щит Дарксира, который дает хп, его постоянно нерфят. Вот что ни патч. Вроде уже Дарксиром никто не играет. Хорош его нерфить уже. Сколько я играть на нем не могу. И сколько себя помню, его всю жизнь нерфили. Там вакуум этот бедный трогали, не знаю, раз 20, наверное, да? Две секунды, две секунды, две секунды. В итоге как ультимейт уже откатывается. Он очень сильный, как вот именно в Кэптэнзмоде он, типа, сильный. Так на Виши напали, его нашли, убили красиво. И арена была поставлена. Попытались забрать инвокера, немного не хватило. Так, ну, тут морфлинг в Тинкера превращается. Будет драка. Идем, что от нас тебя заюзал. Будет драка. Ультимейт. Скаймаг не самый сильный. Веншфоллспирит погибает первый раз. Ну, полностью отыгрывается сейчас Дайер. Более того, они убили двух коргероев. И сейчас могут убить еще и третьего Скайларка. Я не знаю, почему он не ушел. Там уже было видно, что все плохо. И просто дарят морфлингу трипл килл на ровном месте. Морфлинг вырывается на первую строчку. И теперь игра, ну, идет совсем по другому сценарию. Не так просто все будет для Брейм. Они в темп могли попасть, выигрывая этот тимфайт. Но они его не выиграли. Они не убили инвокера. Урона не хватило. Да, да. Нет, если так подумать, у Galactic Alliance у них очень хороший пик для того, чтобы бороться именно с Тинкером. У них есть Абадон, который будет сейвить и давать ХП, чтобы не проседать под ракетами и лазером. И от Хекса тоже Тинкера будет спасать Блейди, если он Хекс купит. У них есть Морф, который тоже вот может въехать на волне, там как-то убить. Так, напали на Скаймага, забрали. И есть Даунбрейкер, который тоже может ворваться и дать очень много демеджа. Так, ультимата Донбрейкер в бот, там под Финс Грипп и в итоге должны будут Бейна здесь забрать. Слушай, ну чё-то как-то плохо всё у команды Брейм. Рена неплохая, вон в Фолкспире погибает первый раз, а дальше? А дальше летит Тинкер, возможно с ним что-то получится. Вингай есть, скиллы, нет скиллов. Есть свап, кого-то бы свапнуть, не дотягивается, судя по всему. Разбежались. Так, давай-ка посмотрим. Вот им было таких тимфайтов побольше. То есть вот это же по сути был первый такой тимфайт, где Тинкер прилетел. В топе они драку, ну можно сказать, что выиграли, забрали трёх персонажей, но там не было Тинкера. В миде Тинкера сразу поймали, убили. То есть фактически он за 18 минут так особо-то с командой в тимфайтах и не поучаствовал. Так, ну сейчас вы на экранах видите не промокод, а просто завтрашние коэффициенты. Уже на завтрашние матчи, так тем временем убивают Вивера, можно продолжить. И на этот матч, естественно, и на все остальные вы можете посмотреть на официальном сайте GGBet. Баннер находится под трансляцией. Переходите, вся линия на D2CL там есть. Ну а мы продолжаем смотреть, как бесконечно воюют команды. У нас уже 30 киллов за неполных 20 минут. И возможно будет ещё один фраг, сделанный на баддоне. Свап был на него потрачен и, конечно, есть фраг. Это ещё не конец, да? Ой, там ракеты летят. Кто-то всё летит, летит, поливает. Посмотри, там не отпускают. Невозможно уйти от этого всего. Размена пока никакого, просто два бесплатных фрага. Может быть ещё кого-то получится забрать. А может быть получится забрать и Марса, но нет. Марс жив-здоров. Ну кое-когда тут какие-то фраги ещё умудряются делать. На Вивере, например, сейчас будет фраг сделан. Скайлар, которого ворвался, как я дал. Да, не очень удачные ребята скиллы скамбили. Так, а что Вивер делает? А, Вивер делает Аганим. Хорошо. Да, и Вивер тоже с Аганимом от Тинкера будет спасать. Нет, слушай, так-то если вдуматься, у Дайер очень неплохой драфт против Тинкера. Прям очень неплохой. Ну, главное его, наверное, находить. Там литерат триллера. Да-да-да, во-первых, во-вторых, с другой стороны, а Тинкера всё равно нужно будет находить, ловить. То есть вроде как есть морфинг, кстати. Ой-ой-ой-ой, помощь какая-нибудь. Донбрекер ультует и... Конечно, тут рассыпятся все, Абраим. Не хватает. Ну, кого нашли, убили. Третий герой улетел. Плохая атака. Ну, пока прям получается всё у Галактик Эллинс. Ну, вот они вот этот стартовый натиск пережили. И теперь действительно прекрасно себя чувствуют на карте. Всё получается в последней минуте. Да, там остальные герои по сравнению с морфингом не могут так же быстро фармить. Но они сдерживают всю вражескую команду в этот момент. Так, у нас всё-таки Донбрекер. Абадона тоже нашли. Абадона есть у тиммейт. Окей, летит, допрыгнет Тинкер. Хватит урона. Что-то влечит. Идать арокеты, голуби. Закончится куда-нибудь, нет? А всё, они убили. Ну, смог, спас. Там ракеты не попали. Ну да, Винга, конечно, вызывает здоровый скепсис. Вообще во всей этой ситуации. Так ли она нужна здесь? Это вот кэрри Винга. Так, попередавали ей там предметы. Выпал Философер Стоун для Бэйна. Или для Скаймага в итоге будет. Он непонятно. Скаймагу вроде урон руками не особо нужен. А Философер Стоун даёт ему как раз ману. Так, ребята решили напасть на Вингу под Тинкером. Абадон. Ультимейт ещё в кулдауне. Тут же погибает. Что там драка разделяется. Убили Бэйна. При этом Марс подходит только с речки. Пока непонятно вообще, что происходит. Тинкер по Дефенс Матрикс начинает разваливать. Стан по Виверу. Вивер погибает. Но и Винга тоже погибает. Там арена классная ставится. В инвокера, в донбрейкер. Первого убили. Вторую убивают следом. А был Курфи Виша. Морганец-то, кто остался в живых. Да, получается. Ну, пойдёт. Пойдёт, я думаю. Для команды Брейм хороший размен получился. И всё устраивает. Вот-вот будет БКБ у Марса. Это уже совсем другая история. Теперь его сложнее будет на порядок убивать. Видишь, он везде. Он уже приближается к Шиве вплотную. Остаются какие-то копейки. Виша в тимфайтах. Если будет осторожнее играть, его тяжело будет всё равно ловить. Старается не подставляться. Но он очень опытный игрок. Он и на старом тинкере наиграл. Я думаю, после обновления героя первым делом он пошёл играть именно на нём и сыграл там добрую сотню матчей. Он, скорее всего, да. Потому что он же любит его. Любит играть на этом герое. Значит, ему надо прочувствовать, насколько этот персонаж хорош. Смоук от Дайр. Идут сейчас с Донбрейкером. Морф у нас уже с Аскади. Планирует покупать Сатаник. И ставится пауза. Ну, Морф пока не выглядит таким прям мальчиком для битья, если честно. То есть ему такое ощущение, как будто вообще не могут никаких проблем доставить сейчас. С таким большим количеством ХП под Абадоном. Он просто врывается, превращается в кого-нибудь. Неприятностей добавляет. Сейчас возможно. А на дистанции как? Если он просто будет один, я вот к чему. Ну да, то есть если всю команду Тинкер расстреляет, то потом, собственно, и с Марфомликом можно будет разобраться. Арена в Вивера. Не получилось его там прицепить. Не было детекшена просто-напросто. Винга получает моноберн. Здесь хотят пробить Штормкэт, а Штормкэт уходит. Донбрейкер еще без Блэкинг Бара. И сейчас ее могут здесь прибить. Шива работает. Очень сильное замедление от Тинкера. И только что потеряли третью позицию, Джей. И хорошо бы, чтобы остальные остались в живых здесь. Потому что Винга бежит и очень хочет спровоцировать Драху. Свапа у нее нет. Пошел Сворм. Сейчас его быстренько нефриз здесь с себя снимет. Тинкер там продолжает настреливать ракетами. Винжфл Спирит берет 18-й левел. Опа! Финцгрип пошел у Фивера. И тут вроде бы приходит Абадон спасает его, да? Или что произошло? Я не понял. Где Абадон был далеко. Там просто не получилось додушить. А вот Вингу сейчас будут убивать первый раз. Надо ее как-то спасать. Вот она, первая смерть. Дает дебаф. Фортана свапнул. Но что-то непонятное на самом деле. Ерунда. То есть он и так уже умер. И он при этом свапает своего саппорта. Чтобы он тоже умер. Как бы непонятно. Он хотел иллюзию эту сохранить. Ну, хорошо. Что вам трон пушит? Что вам эта иллюзия важна? Ну, нет у вас Винги. Нет. Отойдите, не деритесь. Просто похоронил тиммейт своего. Почем зря. Так, ультимейт пот на скаймага. Скаймаг тоже должен будет умереть. Там есть периодический урон. И вот она арена с тинкером. Смотрим, что из этого получится. Инвокера забрали. Виш продолжает дамажить. Сейчас может быть таймлапс. От лидона нет. У него таймлапс был в кд. У него аганим уже имеется. Но справиться не получается. Слушай, а дебаф у Винги стакается между собой? Глупый такой вопрос. Сейчас, наверное, задаю. Дебаф какой? После того, как она... Ну, дает минус армор, умирает и снова дает. Террор? Да. Нет, не должен стакать. Ну, нет. Было бы жирно, наверное. Ну, да. Одни и те же эффекты, они обычно не стакуются. Ну, ладно тогда. Тогда все честно. Как мне кажется. Появляет скай у тинкера. Ну, тот же самый билд. Конечно, там Бладстоун какой-то какой-то. Или что-то еще. Белл Амплификейшн, Ман Ореген Амплификейшн, Спел Лайфстил Амплификейшн. Ну, да. Если вдуматься, Ман Ореген и Тинкеру быстро надо на респауне. Ну, и там... Не на респаун. Полезно. Крошан очень быстро падает сейчас. Под минус армором. Бесконечными лазерами. Тинкер, он встает. Иготь. А, он хочет себе из Каи купить, видимо, Бладстоун. Да, конечно. Какой-то в прошлый раз. В прошлый раз тот же самый билд повторяет Бладстоун. Ну, а дальше можно будет приедануть Блинк. Убивать его будет все равно посложнее. Вернули свое преимущество ребята из Брейм. Очень у нас насыщенная карта получается на фраге. Очень их много. Ну, хотя бы борьба какая-то. Полчаса. И пока нет никакой гарантии того, что Брейм это сумеет закончить свою пользу. Можно здесь бодаться. Мортин продолжает оставаться топ-1. С большим отрывом от всех остальных. Он на слотах. Но проблем у всех остальных пока решить не получается. У всех остальных с деньгами сильно хуже. Ну, и как-то разводят Брейм постоянно в драке оппонента. Так получается, что регулярно то их больше, то они в удобных для себя позициях. Тинкера. Про Тинкера иногда в драке приходится забыть, потому что все остальные вас в этот момент бьют. В смоках выходит Галактика Ленс. Тинкера просто уже... Видишь, его что-то как-то уже и не особо-то поймать легко. Если честно. То есть он перестал как-то то ли подставляться. Так, ага, нападают на Вингу. Вингу могут очень быстро убить. Винга хочет купить Севабочку, но, возможно, стоит купить БКБ. Так, минус Винга. Она отбегает иллюзии. Финсгрип пошел по Виверу. Вивера спасают. Арена от Марса. Тинкер продолжает дамажить у Тинкера Сегис, но у него скоро закончится мана, и он перестанет дэмэдж наносить. Скайларка тоже здесь, скорее всего, достанется. Его забирают. И теряют у нас Брейма трех героев. Винга потеряет иллюзию сейчас. И тут нет перспектив как-то разменяться. Или? Ой, и морф. Или есть. Ошибся, да? Ой-ой-ой-ой. Да, он не перекачался просто. И Виша тут пытается забирать, выкупается Бейн. У него Аегис, мужики. У него Аегис. И то он не умирает из-за Дефенс Матрикса. Ну и какой же стрик достается этому Тинкеру, да? Да, Тинкеру, конечно, достается стрик. Он получает там 700 с лишним золота. И 20-го он прямо сейчас себе купит. Это жестко. У него получается еще 10% спелл-амплифая на 20-м уровне еще придется. Угу. То есть это у него получается уже 18 суммарно. Сколько у него бьют ракеты? Ракеты бьют уже 413 вместо 350. Жалко не посмотреть, сколько Шива бьет. А, нет. Посмотри, 245. Что, если даже на артефактах работает? Ну, типа вот эта вот статистика дополнительная, расширенная. Как он их... Ну, посмотри на это. И ты ничего не можешь с этим сделать. Все, как бы. Вот. И ты видишь, как бы, в чем вообще парадокс. Вообще, вот какая ситуация-то у нас получается. Сейчас, кстати, тоже что-то интересное, видимо, будет. На инвокера напали. Составили БКБ нажать. Приходится БКБ, да, нажимай. Игру вообще не боится. Просто наплевать. Реарм, блин, Шива, реарм, Шива. Мне кажется, он один их может выиграть. Он сейчас, блин, смотри, как он шмотки жмемет. Вообще, он тут как пианист просто. Какой там инвокер-пианист? Вот игрок на тинкере-пианист. На инвокере не так сложно скиллы нажимать. Он еще бегает с философским камнем. То есть у него деньги лишние сыпятся. Он там на слотах будет очень скоро. Он и так на слотах их еще больше будет. Там по-хорошему. Суллинг меняется. Смотри. Он еще играет как бы с керри-вингой. То есть вот импакта керри-винги мы не особо видим с тобой. То есть она просто приходит, ее моментально убивает. Она вообще никакого сопротивления не оказывает. И урона тоже никакого не дает. А ты представь, сейчас был бы какой-то полезный персонаж. Я ничего не имею против винги на корпозиции, но пускай она на тройку ходит. Типа керри не надо вингу сейчас брать, если это без финда. Да, если это шедоуфинт на миде плюс керри-винга, то это нормальная стратегия. Она может сработать. Но сама по себе керри-винга без всего, без подкрепления какого-то, это типа ерунда. И тинкер очень жестко работает даже при таких обстоятельствах. Если бы у него еще и керри был бы, мне кажется, уже трон бы упал у врага. И враг ничего не может с этим поделать. Это же не просто какие-то 7к ММР, типа слабенькие ребята. Там все типы сильные. Но, как бы, играть-то они умеют. Причем это команда. И они ничего не могут этому тинкеру вообще противопоставить. Он просто летает, шива, там, ракеты и все. И ничего с ним не сделать. Появляется Аллакрити дэмэдж. И скорость тоже для Аллакрити улучшенная у инвокера. Бедный Сэм. Сэм его тоже заставили. Есть возможность этого тинкера подзабрить. Хорошо. Сейчас успеет в линканус? Не успевает. Ага, Блатстон работает. Но БКБшка тут на самом деле может быть понадобится. Там он думал, возможно, что одного этого ему хватит. Короче, тинкера просто не пытались убивать, потому что у него Аегис был. Вот как только Аегис у него закончился, на него тут же напали. Но это, безусловно, ошибка Виша. Он как-то, не знаю, переоценил себя. Почему-то... Ну, он же знал, что у него там даже таймер уже написан на Аегисе, когда он пропадает. Чтоб даже не пришлось таймить его. Он все равно умудряется. У нас игрок как-то не вовремя, в ненужное время, в ненужном месте оказаться под вражеской Т3-вышкой в тот момент, когда у него Аегис заканчивается. И в итоге Аегис пропадает. И он умирает. Кому фраг достался у нас? Фраг достался Хардлейнеру команды GA. Довольно там неплохое количество золота. Ап-ит. Угу. Пошел Смоук. В отсутствии тинкера хотелось бы еще с кем-то разделаться. Еще какие-то фраги сделать, да. Но никого не находят. Есть... Ну, показывают, куда мог уйти Марс, например. У него есть БКБ ТП, если что. Ну, так он и поступает, естественно. Минга с бабочкой. Хочет посмотреть, как она урон наносит. Ну, бабочка это круто, но тут много магического спама всякого. Надо БКБ покупать. Ну, она не жилец вообще без БКБ. Просто не жилец. Там вот урона с молотка второго у Донбрейкера много. Плюс еще Инвокер много урона дает. Морф тоже магическим прокастным сильным обладает. Ну, там просто забирает вообще моментально. Забирают Скаймага. Что он тут делал, тоже остается загадкой. Смотрел, как падает вышка, видимо. Ну, что из-за охотных эгэ Алибарда появляется у Марса. Тинкер начинает отспамливаться. Зайти к нему очень трудно. На Алакрити вешается финсгриб. Ну, такой финсгриб, конечно, сомнительнее весьма. Развели на скиллы. Донбрейкер пытается раздать стан молотом. Кто у нас такой там лапс, слушай. И обратно в арену его просто прокинул. Лидон. Ну, тинкер пошел давить. Ребята, тинкер, он есть. Его надо искать. Его надо найти. Сейчас есть информация, где он находится. Тинкер уходит обратно на блинке и избили блинк. И надо просто разделаться с тинкером обязательно. Найтмар получил, но дэмэджи влили. Ну, опять перебор. Опять он куда-то далеко пошел. Нам придется выкупаться. Возможно, тинкер, да, выкупается. И здесь, если они никого не накажут, это будет провал, конечно, для этого брейн. Кинули Марфа, Марфа пытается забрать таймлапс обратно, стан летит, перекачка, перекачка, перекачка. Ну, где же перекачка-то? Там хоть 800 перекачек, мне кажется, ему не хватит. Если бы Виш еще не подставлялся вот так, он очень здорово кнопки нажимает, но иногда, мне кажется, действительно переоценивает себя. Все, манда. Заигрывается с литковой. Ну что, теперь надо Марфа развести на бай, либо Рошана забрать. Рошан может быть теоретически, мы видим, что его нет. Команды не знают, что его нет. Его надо пойти и посмотреть, зайти в Рошпит и глянуть. Вот SkyMax сейчас проверяет пауэрруны, видит, что в боте ничего, видит в топе ДТ, говорит, ага, может быть, и Рошан есть, но Рошана нет. Виш все это проверяет. Да, зафорсить Марфа на бай, скорее всего, не получится, по той простой причине, что стоит еще в центре Т2-вышка, по топу крипы как-то далеко, туда пока бежишь, пока суд до дела, уже Морф почти заспавнится, а тиммейты будут готовы отпушивать. Тинкер хочет себе силовой блинк. Это, да, тоже один из билдообразующих артефактов на Тинкера, чисто ради урона, да, он берется. Но мы видим, что с ним происходит, если он просто ловит любой спелл, вот любой, а он его ловит, потому что там торнадо на огромном радиусе, молоток, домбрейкер тоже на огромном радиусе. Вот, это все можно поймать, и ты просто умираешь, а это непорядок. О, Тинкер должен, он все-таки пожить, но зато ломает линию, смотри как. Это было быстро, там есть дезолятор у Марса, поэтому без особых усилий справились Брейм, и можно потихонечку отступить. Отступить, перегруппироваться, установить ресурсы, там уже Марс будет помешала похилиться, а Рошана все нет и нет, и Брейм, конечно, этим фактом недовольна. Так, ну а Дайр выходит в Смоках. Байбэков не так много сейчас есть, самое главное не забываем, чтобы купался Тинкер. У Морфлинга также нет Байбэка, вот кому-кому ему точно противопоказано погибать. Донбрейкер, вот так, вот так легко. БКБ, конечно, нажимает, и урона не хватает, нет, она фуловая. Можно контратаковать, там Винга в том самом БКБ, о котором ты говорил, а в этот раз Донбрейкер уже не выживет. Параллельно погибает Бейн, это не тот, конечно, размен, который нужен в команде Галактик Элианс. Стан прилетел в Баддона, свапают его следом. Винга, не забываем, со второй жизнью возвращается Донбрейкер после Байбэка, но вторую жизнь сейчас также легко выбьют. Скайларк, БКБ, ТП. За счет Байбэка, Донбрейкер отделались легким испугом. Винга, Санит, не забываем. Ошана должны забрать, естественно, сейчас, да? Да, Ошана надо забрать. Скаймак решил тоже по флексе здесь погибнуть. За что, зачем? Остается загадкой. А Егис для морфинга. Окей. Теперь такого товарища два раза поди попробуй убей. И он хочет линку купить. Тоже, вот, кстати, предмет хороший. Защита против потенциального хекса на Тинкере. Говорили мы про БКБ Тинкера, и он сейчас начинает... О, какой ему хороший слот выпал. Таймлесс Релик. Еще 15% спеллдэмэджа. Это получается... Спелл Амплификейшн от Бладстоуна 8%. Ну, еще там за заряды, да, в зависимости от заряда. Вот. И при этом еще от Таймлесс Релик у него. Блин, ну это очень много. Ракеты уже по 500 бьют. И плюс талант. Это больно. Да, и плюс талант. У него ракеты уже по 500-ок снимают. Вот у них базовый урон 350 за счет всех бафов от спелл Амплифая. У него ракеты бьют 480. Если он сейчас еще налутает зарядов в Бладстоун, там до 500 может дойти. Там 0.35 за заряд. Угу. Выпадает Вичбейн. Хороший ли предмет или плохой, не знаю. Но Гост может какой-то... Да, у Тинкера Гост есть. Его можно будет пуржить. А в каком радиусе вообще оверэлемент блинг дамаг наносит? 50%? Слоу? 800. Слоу по 800. А Шива? Шива 900. Ну почти одинаково. Ну я к тому, что... Когда ты блинкаешься и даешь Шиву, с довольно большой вероятностью ты и тем, и тем попадаешь. Я вот к чему. Уже нет такого, знаешь, что там у Шивы, например, большой радиус, а у блинка маленький, что надо там почти в упор блинкаться. Там... Рук большой вокруг Тинкера. Шляпа выпадает. Шляпа Аскета. Для команды Рейдент хороший предмет. Можно отдать Винге. Для стат резиста. Ну вообще я удивлен, что Винга вообще даже как-то держится еще по фарму в такой игре. У него хорошие-хорошие шмотки. Марс тоже собирается в кэре. Мы видим, что берет талант на... Не на арену, а на криты с ударосчетом. И при этом... Ну мы видим, какие у него артефакты. У него там дизоль в ВКБ, понятно дело. Но он еще и башер хочет. Конечно же. И Хекс на инвоге. А его сейчас будут перехватывать. Готовилась атака, он прочитал, ушел. Не получилось. Не получилось. Упака Егис, но Морфей есть. Надо стараться его реализовать, безусловно. Опасный Тинкер летает по хайграундам. Там может быть Вижн. И продолжает, и продолжает, и продолжает. Как он нагло играет. Посмотри, Сайлент получает. Только так. Пока Б жмет, нули фаер тоже. Ему повесили. А у кого нули фаер-то вообще? Ага, у Донбрейкера. Ну что, если у Тинкера нет БКБ, это шанс его поймать и убить. Байбэк-то у него нет. Ну, Тинкер пока находится в другой части карты. И не знают, как воспользоваться своим Аегисом. Дайр. Пробегали все время. Минутка буквально остается. Ну, под нее хотя бы, не знаю, по миду или не по миду. По любой другой линии. Просто выйти что-то попробовать. Стоп, они на ванвизе бегают, показывают информацию. А тут Спартан будет умирать, да? Будет. Да, будет. Еще 70 секунд есть. Да, концовка может быть очень напряженная в этой карте. Тут уже многое будет зависеть от наличия или отсутствия байбэков. У Инвокера появляется бласт по области. Вот им можно будет как раз Тинкера задеть. Если бакабэшка будет отсутствовать. Не бегут. Не успели. 8 секунд. Ну, они просто хотят еще, наверное, какие-то шмотки на Инвокере дофармить. Там у Марфа тоже не все есть то, что нужно. Он после Аегиса сейчас себе линку положит. Вот вообще есть смысл превращаться в кого-нибудь из тиммейтов? Наверное, нет. Ну, в вивера разве что. Превратиться там через Шукучу в Инвизе, вбежать. Как-то ударить с Джимминейта. Может, там даже два раза, по идее, больно будет. Таким вот вивером с Мантой и с Аскади. Тинкера там продолжает баловаться. Отпушивает линию. 27 уровень. У него талант на ракетке прокачивается. И последним слотом Виш хочет себе закупить Хекс. Но, повторюсь, от Хекса там будет спасать Абадон. От Хекса там, по идее, должны уже и Солары какие-то вырисовываться. Так, пытается забрать Абадона очень быстро. У него что, ульт не активировался? У него Сильвера? Что произошло? Нет, он не активировался. И убивают следом Вивер. Там ловят Морфлинга. Самое главное, Морфлинг. Морфлинг, Морфлинг. Может погибнуть в первый раз. Или не может. Нет, живет Морфлинг. Пошел сам разваливать. Ловит Сайленс. Морфа добить обязательно. Минус Мор. Аегис скончился. Кончился Аегис, да. И выкупаться он, конечно, не будет прямо сейчас. Выкупился Вивер. И может погибнуть второй раз подряд. Пошло щемление просто нереальное от Виша. Лак от Мотатаги. Он инлокером поехал. Достал инлокера. А вот Абадона можно. Абадона нужная. Да, ты регенчик забираешь. Регенчик забрал. Что случилось с Абадоном? Что случилось с Абадоном? Я не знаю. Наверное, просто ему барьер пробили. Что? У него было полхп. Да, да. У него было полхп. Ну, ему просто 500 хп. Ему 500 хп за расой сняло. Типа, скорее всего... Ну, там какой-то Марс, да, мог буквально год с ребьюком ударить. Да, да. Что-нибудь такое. Так, Морфинг покупается. А у него БКБ еще есть. Приходится нажимать. Приходится ждать, пока свапнут. Морфинг едет дальше. Ну, да. Тут не надо драться. Надо просто выйти. Нефрид продолжает там работать. Тинкер телепортируется на базу. Все, окей. Байбек Морфа выбили. Ну, и все, собственно. Морф еще раз умирает, и это конец. Странно, что вот... Ну, он купил себе SilverEdge. Я не совсем понимаю эту покупку. В плане... Не, ну, невидимость это хорошая вот вещь сейчас. У нас раньше просто... Ну, люди... Вот, объясню. Постоянно вот была такая шутка. Вот, знаешь, типа в 2014 году. Невидим, значит, неуязвим. И оно... Ну, это было в плане шутки. Потому что, ну, что значит? Типа купил там Shadow Blade, а враг дасты не покупает. Тому жалко там 80 голды. Или там сколько они раньше стоили? Может, там раньше дороже стоили? Я уже не помню. Там, наверное... Да, две пачки дастов, по-моему, 180, да, стоили? Типа дороже были. Вот. И все шутили, что ха-ха-ха, такие саппорты у тебя в команде дурачки, не могут купить дасты против Shadow Blade. Да так и их лековы с Shadow Blade, но в раз... Опа, Тинкера ловят. Тинкера ловят, Тинкера. А байбек есть его, да? ПКБ 3 секунды. Байбек есть, но его еще не убили. И его не убьют, а вот инвокера очень даже. Блодстоуном. Риарнул Блодстоун и убил. И убил в ответ. Окей. Нападатели. И Аганим докупает себе. Вот. А сейчас саппорты стали богатыми и саппорты... Ну вот, например, смотри, ты таскаешь у тебя детекшн в инвентаре, а враг вместо детекшна может взять тебе лишний какой-нибудь лотус. Вот. И вот что лучше, детекшн или лотус? А вот непонятно. Ну понятно, что без детекшна ты врага не убьешь, надо детекшн брать, но... Блин, лотусом жертвовать вообще не хочется. Сбили линку, морфу, будут ли гриппать, Тинкер выкупается, Тинкер начинает работать. Может сейчас залететь на... О, Абадон. Ultimate сработал. Копье прилетело вивера, вивер сейчас умрет. У Марса есть бокобай, он может активировать, у него есть, если что, Эбисол. До морфа не дошел, просто минус три. Просто минус три. Браз. И Рошана не будет еще долго, надо идти давить. Они понимают, что байбеков там нет. Да. Позитив ли? Получается. А у Тинкера есть русская озвучка, кстати? Я не знаю, просто не в курсе. У него такие фразы смешные на английской озвучке. Абсолют ли, позитив ли, прям как Александр Невский. Так, два героя у Галактик Рейлинс остается, а Тинкер давит. И Тинкер давит, и что? А как защищаться? Да никак. Просто падает трон, сейчас будет конец. такими темпами. Ну попробуют как-то вдвоем отобороняться. Даже прыгнул морфлинг, даже убил Скаймага, но погибнет. Он пытается, он через секунду погиб, да это нереально. Это вот 6, это 6-ти слотовый морф с сатаником, вот, с венкозой. Он вообще, кто ты, кто ты, кто ты против Тинкера? Нет, чат, Тинкер это имба. Все, это безоговорочно, я об этом убедился, герой нечестный, просто нечестный. Я уже вижу, как потирают некоторые крутые игроки на Тинкере руки, по типу на Финтосея, например, ну имеется ввиду к инту, ой, чувствую этот герой рано или поздно просто доживет против некоторых команд до респект бана и будут играть тем, что банятся сейчас активно, ой, а Тинкера мы будем видеть довольно редко в матчах. Ну что, Брейм выигрывают, серию, выигрывают ее 2-0, очень уверенно. На первой, ну просто разобрались как надо, на второй сыграли с любимым героем Виша, попробовали, получилось, он, я думаю, больше всего кайфанул, команда победила, что-то там делала, даже первые 30 минут, потом он практически все сделал сам и вокруг него бегало 4 саппорта, в том числе мейнкерри на Винге. Ну да, ну да. Ну хорошая, да, получилась вторая карта, первая-то она вообще что-то прям совсем в одну калитку, там было уже очевидно, что там на 10-й минуте, наверное, что Бреймы выиграют, а вторая карта была прям мне даже понравилась. Я с огромным удовольствием, тем более, этот материал будет нужен, эта демка, и я прям с огромным удовольствием посмотрел. Вот, ну а сегодня у нас действительно получился короткий день, три матча все закончились со счетом 2-0, если я правильно помню, мне там Лекс говорил, что прям все хорошо у него, гладенько там прошло 2-0-2-0, такие быстрые, динамичные, хорошие игры получились, вот, ну и значит, что мы будем на сегодня с Морталисом заканчивать, напомним только нашим зрителям, что если вы еще не тестили новые возможности каршейдеринга от Дилимобиль, то самое время этим сейчас заняться, по промокоду TWITCH500 можно получить 500 бонусов на первую поездку в 10 крупнейших городах России, вот, и завтра мы вернемся с новыми матчами на D2CL, да, пока нет другой доты, смотрим D2CL очень активно, завтра 3 матча, завтра Bait возвращаются, завтра крутая игра по Акчам против Brame, не Мига Хан, будет что посмотреть, последний матч так совсем шикарный, но на сегодня для вас работали Force Immortal, спасибо за просмотр, до скорых встреч, пока.